Добрый день! И после небольшого перерыва мы снова говорим о нашем городском хозяйстве. В этом году эта погода нас действительно балует. Был небольшой снег, с которым мы успешно справились. И хочу отметить, что городское хозяйство, конечно же, работает без выходных, несмотря ни на какие погодные условия. Но в этом году мы еще и все наши текущие работы, текущие задачи не останавливали. Наружное освещение мы меняли и меняем фактически без остановок на какие-то сезонные перерывы. В наших мастерских мы собираем очередной Одиссей Макс и очередной электробус. Мы собираем и устанавливаем сети-боксы по городу и размещаем в них мусорные контейнера на фасадах наших улиц. Мы разрабатываем очередные локации под установку мусорных подземных контейнеров. То есть город живет обычной нормальной жизнью. Но я сегодня хотел бы более детально остановиться на нашей, так сказать, генеральной уборке. То, что мы начали в конце января, начали мы с Малиновского района, об этом мы уже говорили. Теперь хотелось бы немного детальнее. Что это значит? То есть фактически мы Малиновский, это район, разбили на участки, на сектора. И в каждый сектор, в который мы заходим, мы заходим действительно не только на уборку, но мы и выполняем полную инвентаризацию всего. Зеленых насаждений, юни-паркеты, гаражи, стихийные стоянки и так далее, и так далее. То есть заходя на ту либо иную локацию, наводя там этот порядок, мы выполняем подрезку деревьев. И вместе с этим мы все эти зеленые насаждения наносим на нашу интерактивную карту. Мы убираем возле гаражей и мы смотрим, если на этих гаражей нет документов, то мы будем эти гаражи демонтировать. Мы видим, что на зеленых зонах запаркованы автомобили, и мы решаем, как разместить это лучше, автомобильные стоянки, чтобы во дворах машины не парковались на зеленых зонах. Мы видим, в каком состоянии мусорные контейнера. Мы смотрим, чтобы они находились в том месте, где они должны находиться, чтобы они были в том количестве, в каком они должны находиться. И чтобы сами майданчики под размещение этих контейнеров тоже были оборудованы соответственно. То есть это помимо того, что мы делаем генеральную уборку, мы еще создаем модель, чтобы каждый метр городской земли действительно в дальнейшем кем-то обслуживался. Кто-то отвечал за санитарное состояние этого участка, а мы бы могли это контролировать, чтобы это был нормальный рабочий механизм. И первый опыт действительно хороший. То есть в Малиновском районе мы уже подходим к завершению работ на первом участке и переходим на второй. Очень важно, что выполнять эти работы мы будем системно-пошагово. То есть это будет как наша работа модульная. Выходя с одного участка, мы переходим на соседний. Мы не будем это перескакивать с места на место. У нас не будет где-нибудь острого счастья в океане несчастья. То есть мы действительно системно подойдем к этой работе и по завершению, я думаю, года нам на это должно хватить. И по завершению, к концу года, я уверен, что у нас в городе не останется ни одного метра бесхозной земли. У нас не будет стихийных свалок, у нас не будет незаконных гаражей, не учтенных парковок и так далее. Все деревья будут нанесены на интерактивную карту, а количество контейнеров и места, где они будут размещены, будут соответствовать нашей схеме санитарной очистки. Безусловно, мы будем отчитываться о каждом нашем шаге, говорить и показывать то, какого результата мы добились. Поэтому, как только мы закончим эту работу на первом участке, обязательно выйдем на место. По месту мы будем подписывать протокольные поручения. Если что-то еще не будет выполнено, будут какие-то мелкие недочеты, будут поставлены задачи и четкий термин, когда эти задачи должны быть выполнены. Мы начинаем системно наводить в городе этот порядок, инструмент с помощью чего и как это делать мы вместе с вами за несколько лет создали. Напомню, есть полный набор таких опций, есть у нас и схема санитарной очистки города, и карта зеленых насаждений. Есть у нас наши КП, которые сейчас оборудованы достаточно новой, компактной и эффективной техникой. Поэтому наводим в городе порядок дальше. На этом на сегодня, наверное, все. Видимся через неделю и подводим итоги нашей работы.